Здравствуйте! С вами Юлия Черняева и пришло время универсального формата на телеканале Самарагис. Всех приветствую, всех рада видеть, может быть даже как-то по ту сторону экрана. Вы к нам присоединились в первый раз. Друзья, у нас есть телефон прямого эфира, звоните. 202-11-22. Сегодня тема нашей программы «Все лучшее детям». И на самом деле главное, чтобы ребенок был воспитанный с самого раннего возраста. Культурно развит, может быть нашел для себя какое-то интересное хобби, увлечение. А все это у нас прерывается с малых лет, начиная с детского сада и потом уже, когда ставят вопрос о каких-то кружках, секциях, направлениях творчества. Думаю, сегодня как раз таки, если есть какие-то у вас вопросы, мысли по этому поводу, наши специалисты, наши гости вам обязательно об этом расскажут. Для вас сегодня также билеты в кино, розыгрыш билетов. И с большим удовольствием совсем скоро буду задавать вопрос. Киномечта вас приглашает и в первой части, и во второй части будем билетики в кино разыгрывать. Так что держитесь эфира и недалеко от телефона находитесь. Ну что, давайте знакомиться с нашими первыми гостями. И прекрасные барышни представляют замечательное детское учреждение. Это детский сад «Капелька». И с нами здесь наши гости. Давайте знакомиться. Это кандидат педагогических наук, заведующий детским садом «Капелька» Наталья Максимова. Здравствуйте. Воспитатель-логопед Наталья Александровна Миронова. Здравствуйте. И Милина Агаджанова, руководитель психолого-педагогической службы. Здравствуйте. Ну что, «Все лучше детям» – это тема нашего сегодняшнего эфира. И организовать детский сад, наверное, какая-то есть история вообще создания, какие цели, мысли преследовали. Да, конечно. Дошкольно-образовательная организация «Детский сад «Капелька»» является структурным подразделением негосударственной общеобразовательной школы творчества. Руководителем и организатором этой школы является Савина Елена Петровна. Школа творчества уже 20 лет, более 20 лет на рынке образовательных услуг. И, естественно, сначала это была школа, и только с 2003 года это была всего лишь одна группа в количестве 12 человек. Но уже с 2006 по 2007 год это уже 4 группы. И в настоящее время это большой детский сад, состоящий из 9 групп по 12 человек. Но все равно история уже непростая. То есть школа творчества – это значит, что и детский сад не просто так был создан. Да, мы вот продолжаем вместе. У нас есть школа, наши детки переходят в школу, продолжают наши традиции, все, что заложено нами. Все это, потом преемственность в школе и находит свое отражение. А как вы вот решили педагогом работать вообще? С детства. Да, с детства я знала, что я буду этим заниматься, и я не ошиблась, и повышаю свою квалификацию постоянно, и мне это нравится. Я считаю, что вообще в этой профессии нет, скажем, людей равнодушных, да, и случайных. Если человек остается работать, так же у нас как в коллективе, это остается на долгое время. Я работаю с детьми. Но если вот так по секрету, женщина, руководитель, сложно ли быть завидующей детским садом? У меня очень хорошие наставники и замечательный педагогический коллектив, который бы я характеризовала как команда. Вот она действительно сплоченная команда, которая со всех сторон поддерживает, помогает. А когда люди профессионалы, то с такими людьми несложно работать и тем более там управлять. Ну как бы у нас такого нет, у нас такой демократический стиль общения. Милина, как давно работаете с детьми? С детьми. Вот уже второй год я работаю с более старшим возрастом, со студентами. Педагогический стаж более пяти лет. Ну тоже не просто так, наверное, пришли в профессию. В жизни не бывает же случайностей. Конечно, не просто так. Ну не пожалели. Ни секундочку. Здорово. Наталья, у вас какая история прихода в профессию? Ой, ну наверное, тоже с детства мечтала. Я, честно говоря, вот что прям не помню. Тетрадки в детстве все проверяли, наверное. Но по словам мамы, она говорит, что даже с детского сада уже говорила, что я буду или музыкальным руководителем, или воспитателем детского сада. То есть любила детский сад, да. Ну вот я знаю, что, допустим, во многих детских садах выбирается какая-то программа, какой-то педагог, за которым люди следуют, и, соответственно, какие-то обучающие и прочие развлекательные мероприятия именно по этому плану действуют. У вас есть какая-то программа? Да, конечно. Основная программа «От рождения до школы» под редакцией Васильевы. Она сейчас соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. Естественно, мы придерживаемся. Но это не все. Поэтому мы добавляем парциальные так называемые программы. Мы берем и ТРИС. Это из новых технологий, новых программ, инновационных программ ТРИС и Эйдетика. Затем мы берем Алешину «Патриотическое воспитание в детском саду». Берем математику «Петерсон» под редакцией «Петерсон». Раз ступенька, два ступенька. Конечно же, берем колеснику от звука к букве, чтобы наш ребенок был подготовлен всесторонне. Поэтому здесь масса дополнительных программ. Плюс у нас еще по языку. Детки наши изучают иностранный язык с 2,5 лет. Мы закупили международную программу для носителей языка. Kinder Music International разработал. И закупили две программы. ABC English and Me и Wiggle and Grow. То есть масса дети полезно для себя проводят время, развиваются. Полезно проводят время, не теряя, скажем, вкусы детства. Да, вспоминая себя в детском саду. Сначала с утра-то неохота идти, а потом родители-то и не заберут никак. Это правда. То есть собираются, копаются дети. Не хочу идти, не хочу никуда уходить. Друзья, детский сад «Капелька» сегодня здесь у нас представлен. Руководители, педагоги. Если, может быть, есть какие-то у вас вопросы, потому что сад непростой, с уклоном на творчество, и о творчестве мы, конечно же, еще поговорим. Вдруг у вас как раз сейчас стоит вопрос, куда давать ребенка, звоните, задавайте свои вопросы. Ну и чтобы так немножко вас размять, какие-то ваши, может быть, напрячь мысли, извилины, так скажем, вам киновопрос из далекого моего детства, по крайней мере, может быть, детства наших родителей. Удивительный фильм, который актуальности своей не теряет. Вам предстоит угадать, позвонить нам в студии, получить билеты в кино. Что же за фильм мы загадали? Фильм, наверное, который многие знают, многие любят. Звоните 202-11-22. Ну, раз мы уж так немножечко заговорили о составе педагогическом, у вас тут и носитель языка, и музыка, и все. Вот как вообще, сколько сейчас педагогов, и как они отбираются? Ну, вообще у нас коллектив очень большой. Это включается и обслуживающий персонал. Непосредственно педагогический состав – это 20 человек, 20 педагогов. Причем все педагоги с высшим педагогическим образованием, что немаловажно. 10 из них являются воспитателем первой категории. И что для нас очень приятно, что 3 человека у нас учатся в аспирантуре. То есть это… Молодежь. Молодежь, да. То есть мы привлекаем молодежь. Дети очень любят, скажем, молодых выпускников, которые к нам приходят. Сначала они приходят к нам, чтобы попробовать свои знания. На практику. На практику, да. Потому что мы активно взаимодействуем с нашим социальной гуманитарной академией. И кузницы в наших кадрах. И потом они уже вот остаются. Некоторые после вуза приходят к нам и остаются у нас работой. А вот нет такого случайного, раз школы давно тоже работают, тех выпускников, которые к вам пришли работать? Такого не было? У нас есть уже дети наших выпускников. Да, поэтому приводят своих вторых детей. И всегда приходят, говорят о том, что вот мы учились, мы заканчивали школу. Поэтому для нас это тоже приятно, что, да, действительно уже приводят своих детей. Династии. Да, да, да. Слушайте, здорово. А у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Это приключение электроника. Татьяна, ну да, даже вопрос вам не пришлось задавать. Вот я хочу вас спросить, есть ли у вас детки, может быть, ходит кто в детский сад или какие-то другие близкие родственники? Как вот можете охарактеризовать, может быть, и желание детей ходить в детский сад? Что самое главное вот именно в саду? В саду? Ну, я же... Ну, вообще, не, наверное, что ли там, да? Ну, педагоги, вы обращаете внимание на то, какие, может быть, должны быть педагоги, воспитатели? Ну, они должны в душе, на детей любить. Ну, это действительно так. Это очень. И если не лежит душа, то тут лучше с детьми, конечно же, не работать, выбрать другое направление деятельности. Спасибо вам большое за звонок. Я вот хотела спросить у Натальи, как логопед, человек, который занимается с детьми, у вас тоже какие-то свои программы? Чем интересным вот вы с детишками занимаетесь? Таким, что им полезно, нужно? Ну, вот вы сейчас задали такой вопрос. В первую очередь, конечно, работа с детьми – это любовь к детям, да? Вот. Ну, я не хотела бы говорить именно вот о каких-то методах приемов, программах. Я хотела бы рассказать именно вот о работе воспитателя в детском саду. Именно наше… как я работаю воспитателем, как мы проживаем день, например, один из дней в этом детском мире, и как состоит наш год, например, учебный, там, рабочий в целом. Ну, атмосфера в нашем детском саду очень такая доброжелательная, атмосфера принятия. То есть каждый ребенок чувствует себя в этой обстановке комфортно, знает, что его любят, ценят, слышат, понимают. И в группах обстановки, ну, тоже доброжелательные и благоприятные, ну, такие располагающие, что ли, да, что у ребенка, ну, пропадает у ребенка тревожность, зажатость какая-то. И ребенок чувствует себя уверенно, уютно и комфортно, и очень быстро привыкает к детскому саду. Вот. Ну, например, наш рабочий день начинается с привет… ну, со встречи, да, я встречаю детей, родителей с улыбкой, с приятными словами приветствия. И тем самым настраиваю уже ребенка как-то позитивно на прибытие в детском саду. Также мы очень заботимся о здоровье наших детей, поэтому каждый наш день начинается с оздоровительной гимнастики, с игровых упражнений, под музыку. Обязательно играем в игры на приветствие, которые дети очень любят, они находят красивые, добрые слова, которые обмениваются друг с другом ими, да, и тем самым заряжаются такими положительными, радостными впечатлениями. Ну, любим такие стихи, если можно, скажу. «Придумано кем-то, просто и мудро, при встрече здороваться, доброе утро, доброе утро солнцу и птицам, доброе утро улыбчивым лицам, и каждый становится добрым, доверчивым, пусть доброе утро продлится до вечера». Ну, и с такими, на такой радостной нотке мы отправляемся с детьми на завтрак. На завтрак… Можно с вами на завтрак? Приходите. На тихий час, пожалуйста. Приходите, у нас очень все даже вкусно. И, знаете, очень приятно смотреть на ребят, какими они пришли в детский сад, и какими они становятся. Вот у меня сейчас средняя группа, и уже видишь, как мы красиво умеем сидеть за столом, как уже умеем пользоваться вилкой, ложкой, пользоваться салфетками. И даже стараемся все съесть, что у нас приготовлено. Бывает даже такое, что ребенок, придя в детский сад, это не любил, а попробовав, оказалось, это так вкусно, что даже многие родители говорят, просят дома приготовить такую же запеканку или такую же кашу, как у нас в детском саду. Я до сих пор вспоминаю детсадовскую запеканку, такую еще никто не повторил. После завтрака детей ждет множество разнообразных интересных дел. Мы начинаем готовиться к образовательной деятельности. И ребята с удовольствием готовятся, потому что знают, что мы сейчас будем играть. Потому что, конечно, в дошкольном возрасте самое главное… Главное… Энергию куда-то деть, конечно, поиграть. Это ведущий вид деятельности, это игра. Вот и во всех образовательных областях, и во всех режимных моментах ребята чему-то учатся через игру. После этого настает время прогулки, тоже одного из любимых занятий ребенка. И опять, одеваясь на прогулку, мы опять чему-то учимся ведь. И надевать… А учимся мы навыкам самообслуживания, одеванию, раздеванию. И ребята учатся надевать эти майки, натягивать эти противные колготки. И шнурки. Застегивать молнии, пуговицы. Ну, казалось бы, это вот так не особо важно. Но ведь это, наоборот, для детей как раз это очень важно. А потом обед и тихий час. Самое главное. После прогулки у нас уже готовимся к обеду вкусному, полезному и тихому часу. Придя в детский сад, не все ребята приучены к дневному сну. Но у меня вот в группе таких ребят нет. Я приучаю детей отдыхать в тихий час, как это и положено детскому организму. И знаете, ребята привыкают очень быстро, потому что у каждого есть такое свое уютное, красивое гнездышко, в котором после музыкальной обязательно сказки или волшебной какой-то сказки ребенок увидит интересный сон. А потом не разбудишь. Во второй половине дня у детей занято общением, конечно, играми по интересу, досугами. Рисуют, наверное, да? Да. Поют, что-то мастерят. То есть все, что вот уже и по желанию детей. Ну вот у вас какие-то поделки-то даже есть на столах. Это тоже ваше ребенок? Это к тематическим дням. Вот у нас проходит вот так, в принципе, рабочий день. А в течение года у нас много тематических праздников. И вот к тематическим праздникам мы готовим такие тематические выставки, которые мы приглашаем. Родители обязательно участвуют. Да, привлекаем родителей. Жизнь детей. Чтобы не только ребенок с воспитателем в группе сделал какую-то поделку, какую-то работу, но и поучаствовали родители, папа и мама вместе с ним в доме. Но вот есть какие-то отзывы родителей о каких-то ваших программах, методиках? Какие? Конечно. Если у нас приходят благодарные, скажем, родители с удовольствием и ведут вторых детей, то это уже о чем-то говорит. Конечно. Да. А потом еще и своих детей приводят, дети приводят свои. Да, потом еще и своих детей. Мы показываем, как можно гордиться своим ребенком. Мы учим общаться, потому что разные вопросы. Мы воспитываем как детей, так и родителей. И мы понимаем, что без родителей, без участия родителей мы не добьемся хороших результатов воспитания ребенка. Поэтому воспитатель, родитель и ребенок. Вот в такой вот союз. Именно такой союз настраивает на хорошую работу и дает хорошие результаты. Ну, а во многих садах воспитательный момент это покричать, наказать или как-то шлепнуть. Или молотомы наказать. Нет, у нас, конечно, такого же нет. Надеюсь, нигде нет. Да, безусловно, психолого-педагогическое образование нашего коллектива как бы откладывает на это отпечаток. И при таком вот насыщенном образовательном процессе, о котором мы рассказали коллеги, безусловно, от психолога детского сада требуется создать благоприятный климат для развития ребенка и своевременно оказывать психолого-педагогическую поддержку как детям, так и родителям и воспитателям. В своей деятельности психолого-педагогическая служба делает основной акцент на два периода. Это период адаптации ребенка к детскому саду и на психологическую подготовку выпускника детского сада к обучению в школе. Занятия с детьми и с родителями мы проводим как в индивидуальной форме, так и в групповой форме. На занятиях мы, помимо классических методик, проверенных годами, мы также используем современные авторские модификации, различные интерактивные технологии. На коррекционных и развивающих занятиях мы активно используем инновационные технологии, в частности элементы арт-терапии, рисуночной терапии. У нас фотографии есть. Давайте посмотрим, наши гости расскажут о том, что интересного происходит в саду и вообще как капелька активно творчески участвует. Пожалуйста. Это мы посещаем музей нашего города. Самара космическая в данном есть представлена. Это мы на Масленицу сами делаем живороночков. Театральные студии у нас. И дети активно участвуют в театральных зонах, постановках. Это у нас выставочная галерея. То есть мы посещаем экскурсии. Это наши выпускники два года назад. Вот такие у нас замечательные. Это тоже. Это наши площадки оборудованные, причем они мягкие у нас, очень удобные. Вот наши выпускники прошлого года. Вот так мы украшаем зал, провожаем своих деток. Это тоже у нас экскурсия. Посмотреть на них, как они растут. Вот такой у нас замечательный, дружный детский коллектив. Это тоже наши выпускники два года, даже три года назад уже. Кто-то видит себя, может быть, сейчас, друзья, посмотрите на себя. Это Масленица, широкая Масленица. Она проходит у нас вот. Это у нас постановка танца, моряки. Это тоже выставочная какая-то экспозиция. То есть колесите по городу, все рассматривайте. Да, обязательно, обязательно. Фотография называется «Ароматный кед». Да, да. Мы являемся экспериментальной площадкой от российской ассоциации «ТРИС». И вот как раз работы, которые заняли первые и вторые места по «ТРИСу» по территории решений изобретательских задач. Это достаточно вот интересно, сложно. Наши дети нестандартно мыслят. И вот такие создают сами работы, их описывают, рассказывают, комментируют. И вот мы их отправляем. И за это вот это уже у нас третий год. Я так понимаю, что в ваших планах все-таки развивать, да, какие-то новые программы подключаются? Конечно. Вот сейчас у нас, вы сейчас подвели прямо к вопросу, какие наши вот планы на будущее. Вот наша школа уже купила, уже мы переходим не просто интерактивные средства обучения, а 3D-технологии появились в образовании. И вот школа уже купила такую программу, такую возможность уже демонстрировать 3D-образование, да. И детский сад мы тоже не отстаем. И хотим тоже много со временем приобрести такой себе аппарат и программу, именно позволяющую 3D-технологии в образовании. Капля в 3D получается, капелька в 3D. Ну вот, друзья, мы познакомились с нашими сегодняшними участниками. Если какие-то вы сделали свои выводы, мы очень рады, если помогли вам в выборе детского сада для вашего ребенка. Вам большое спасибо за то, что пришли. Ну а у нас впереди тоже интересные гости, Центр эстетического воспитания детей и молодежи. Что они нам интересного расскажут? О каком масштабном проекте будет идти речь? Не переключайтесь. Любимый цвет, ну, наверное, яркий такой, зеленый. Ну, не знаю, что-то сочное такое, жизнерадостное. Мой любимый цвет лиловый. Да, такой лавандовый, спокойный цвет, он очень расслабляет. И в нем я вдохновляюсь на какие-то новые свои картины. У меня даже комната лиловая. Это зависит от настроения. Какое настроение, такой цвет мне будет нравиться. Когда хорошее, какой нравится? Когда хорошее, я люблю светлые тона. Когда, естественно, плохое, значит, темные. Да, все цвета радуги, самый мой любимый цвет. Какой-то такой, ну, зеленый. Потому что он может быть и такой активно зеленый, а может быть он, ну, такой вот нежно зеленый, там вот зеленое яблоко, да, например. И, ну, не знаю, мне вот в этом плане, мне нравится такой цвет. Весна, любовь. Наверное, черный и белый. Не знаю, это строгое, всегда ко всему подойдет. Пастельные тона, ну, кремовый какой-то там, голубой, может быть, такой. Не знаю. Может быть, больше подходит к лицу. Ну, наверное, все-таки нужно, потому что высшее образование – это не только галочка, там, что у тебя есть диплом, а какое-то общее развитие вообще, как бы, личности и умение, там, мыслить каким-то особенным образом, вот, получение каких-то навыков, которые необходимы в дальнейшей жизни. В наше время уже даже не одно высшее, ну, как правило, вот, люди ищут себя, и первое образование считается, ну, как бы, ну, родители, там, может быть, с каких-то ряд обстоятельств, да, а потом уже как-то цельно человек еще дальше учится и получает второе образование. Чтобы реализоваться, у человека должно быть высшее образование, потому что без него сейчас в наше время никуда. Нужно, конечно. Ну, чтобы люди были грамотными, чтобы, как бы, общество было цивилизованным, поэтому нужно высшее образование. У каждого свои цели в жизни, кто-то, может быть, хочет за границу отправиться учиться, ну, чтобы в будущем все, ну, хорошо складывалось в жизни. Нужно, потому что на работу не устраиваешься, без него он нормальный. Наверное, нужно, в общем-то, хотя у меня его нет. Ну, высшее образование – это особая ступень вообще в обществе, я считаю. То есть, если человек получает его, то он уже себя по-другому чувствует и ощущает. Ну что, мы продолжаем наш разговор о том, как и куда, может быть, отправить своего ребенка, если вы видите в нем потенциал, если вы хотите, чтобы он развивался, был таким образованным, энергичным, красивым, умным и, главное, творческим. Вот могу сказать, что, побывав однажды в Центре эстетического воспитания детей и молодежи, вот пока нет детей, но обязательно туда отдам. Надеюсь, с большим довольством Любовь Федоровна их примет. Очень хочется представить вам наших гостей. Это директор Центра, почетный работник образования, директор года 2013, заслуженный работник образования Самарской области, кавалер ордена, звезда Отечества Любовь Федоровна Шмакова. Здравствуйте. Ну и наш тоже почетный, любимый всеми гость, всегда, когда приходят, всегда тут все его рады, обнимают и здороваются. Это художественный руководитель Центра, профессор, почетный гражданин Самарской области, кавалер ордена дружбы, заслуженный работник культуры, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, почетный член Самарской организации Союза композиторов России, Владимир Михайлович Ощепков. Здравствуйте. Рада видеть вас в очередной раз. Что нового, что интересного у вас в Центре происходит? Как дела? Да очень много интересного. Вот сейчас хотелось бы сказать, что совместно с Международной ассоциацией струнников создали в Швеции лагерь, где наши скрипачи ездили, это Волкова возглавляла Людмила Владимировна, наш методист, возглавила там лагерь эстетический, и наши струнники-скрипачи были в Швеции. Играли Катюшу, и шведы пели эту Катюшу. А у нас есть? Есть? Посмотрим? Можно посмотреть. Давайте начнем с позитивного момента, смотрим видео, а потом возвращаемся в студию. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Ну, думаю, что надо в следующем году создать у нас здесь, потому что, когда Алсана Волчкова была замглавой города, ее инициатива была, и мы такой лагерь создавали, когда съезжали, это на Красной Глинке были, в школе-интернате номер 9, когда съезжали и хоровики, и танцоры, и скрипачи, и художники, кто-то рисовал, он начал петь. Да, и все там был, этот лагерь был эстетический, всех направлений. Кто рисовал, начал петь, кто пел, начал рисовать. То есть дети занимались и выступали перед жителями Красной Глинки в санаториях и так далее. То есть это эстетическое направление, такой лагерь был вот начат с Алсаной Волчковой. Я думаю, что в этом году мы постараемся тоже его как-то продолжить. Правда, мы выезжали неоднократно, у нас была такая эстетическая смена, в золотой рыбке на просеке брали, значит, всю летнюю смену в месяц, и наши дети тоже выезжали с эстетическим направлением. То есть это очень хорошее дело. И вот из Швеции они как раз привезли, это символ города. Такое, здесь нефть, золото, это такой город, называется Тимра. Вот такой символ этого города привезли из Швеции. Да. Ну и вот еще об этом никто не знает. У нас премьера эксплуатации. Сегодня наши сотрудники не знают об этом. Это, значит, пришла посылка из Санкт-Петербурга в Министерство образования и в Департамент образования. Я сегодня попросила, чтобы нам отдали, чтобы я показала. Вот такой вручили диплом лауреата всероссийского конкурса. Значит, диплом лучшего учреждения дополнительного образования России. Мы сегодня такой получили. И вот такой вот тоже лауреат конкурса. Это Центр эстетического воспитания детей и молодежи наш. Ну тут просто на самом деле. Вот еще никто об этом не знал. Это было сюрприз для многих. Сюрприз для многих. Да, я уже сказала, что у Любови Федоровны на самом деле огромные площади, не помещаются уже дипломы, не помещаются награды. Надо делать отдельную комнату, видимо. Да, я хочу сказать, у нас в этом году прибавилось очень много детей. Если было 1248, сейчас 1570. Конечно, не умещаемся, поэтому мы сейчас проводим все наши творческие. Мероприятия с детьми и занятия в школах, особенно 15-ю школу мы сейчас взяли под опеку. Там все педагоги работают по всем направлениям, начиная с первого класса. И мы даже сейчас вот проводили итоговое. Чему же научились дети за три месяца? Уже первоклассники играют на ложках и поют. Представляете? Я была вообще сама удивлена, когда первоклассники первый раз вышли на сцену и играли как лошкари, как ансамы лошкари. Как у вас самая маленькая ваша группа поживает? Ой, очень хорошо группа поживает. Они тоже сейчас танцуют и поют. Танцуют и поют. За скольки лет? С двух лет. С двух лет, да. Танцуют и поют. Не хотят уходить. Уже родители приходят час за ними, и они не хотят уходить. Сидят до трех часов. Я говорю, ну что, теперь делать не выгонят. И не хотят есть, мы будем здесь еще играть. То есть вот такое вот, да. Детей очень много. Владимир Михайлович, как ваше здоровье? Все хорошо? Я вас веду сейчас и думаю, как хорошо, что в свое время, а это уже время прошло 14 с лишним лет, появилась у нас идея организовать Центр эстетического воспитания детей и молодежи. Это у него появилось, а я поддержала. Это здорово. Я проработал 38 лет декадом музыкального факультета, директором Института художественного образования. Сложилась так судьба, что, да, подумать дальше, что делать. И вот решили мы, с любовью, организуем мы Центр эстетического воспитания, будем заниматься только вот лично я, творчеством, всякую административную работу. И пришли Георгий Сергеевич и Слава Александровна Волчкова вместе и предложили эту идею. И слава Богу, она осуществилась. Вы посмотрите, сегодня, вот сегодня этот вопрос духовно-нравственного патриотического воспитания стоит очень-очень остро. И мы, как говорят, попали вот в эту самую жилу, которой мы сегодня занимаемся. То, что сегодня оценили наш труд, это очень приятно. Это прежде всего труд наших коллег, преподавателей и, самое главное, детей. Вот проводим мы конкурс «Праздник белых журавлей». Да, я нас слышу, да. Пятый конкурс уже был. Я всегда просто вот поражаюсь, иногда даже сам удивляюсь, какое желание у детей выразить свое патриотическое чувство. Или «Я люблю тебя, Россия» и так далее, и так далее. Лермонтовский конкурс сейчас. Вот это надо сохранить. И, слава богу, что-то у нас в этом отношении сегодня достаточно внимательно относится. Сам Путин Владимир Владимирович сказал, да, создавать надо школу для одаренных, талантливых детей. Я сам их создам. Пока это под секретом, но в Сочи будет создана такая школа. Поэтому, я должен сказать, и наше руководство, и департамент культуры, департамент образования, министерство культуры, и наше правительство, и наш губернатор относятся к этому очень по-доброму, очень по-хорошему. Сейчас мы создаем пятитысячный хор. Вот я хотела спросить, к семидесятилетию победы. Будем, будем, вообще, так, пока вот, я боюсь сказать, вы понимаете. Масштабы, да? Вот когда споем эти пять тысяч, тогда мы снова к вам вернемся. Но пока, вот, хорошее, доброе, хорошее отношение. Просто надо, хочу сказать. Понимаете? А ведь все, наверное, зависит от руководителей. Как хорошо, когда мы были, я уже в тот раз говорил, в Белоруссии, они говорят, передайте вашему губернатору от нас низкий поклон. Это один из губернаторов. Как он любит белорусский народ, если он нашел возможность прислать 80 человек хор, да какой, и так далее, и так далее. Вот, наверное, с этого мы начнем, с того, что мы сегодня готовимся к этому большому празднику. И я думаю, что у нас должно быть получиться, потому что я вижу, что какое-то добро... Но ведь, понимаете, одно дело, собрать пять тысяч рублей. Их подготовить надо. А другое дело, их надо подготовить. Я знаю, что вам националист еще там будет у вас. Да, но дело в том, что хочу вот сказать, и, Вадим Михайлович, уже спасибо Геннадию Петровичу Котельник, представитель Совета Ректоров, который правил совещание. И очень спасибо всем ректорам вузов, потому что во всех вузах города создаем хор. Ура! Да. Очень прекрасно встретил нас, значит, ректора Института связи и информатики. Это потрясающе. Потрясающе. Мы вышли оттуда прям вообще. Проректора Политехнического института, Плановой Академии. То есть, понимаете, все вузы. А сейчас вот строительный колледж на Фрунзе. Там вообще снялись занятия. Первый, второй курс, столько студентов, столько их вот отслушиваем уже третий день. Отбираем этих, столько желающих. В речном техникуме 60 человек. Представляете, кадетский корпус, который только что открыл в сентябре, там 45 человек уже. То есть, мы сейчас во всех учебных заведениях города... Бросили клич такой. Бросили клич. И спасибо всем директорам, ректорам, которые откликнулись и поддержали это. Самая главная, конечно, задача сейчас нам подготовиться, нормально подготовиться к этому большому празднику. Какая песня будет? Катюша будет? Катюша будет, вот скрипачи сейчас, о них скрипачи будут играть, хор будут петь. Там 17 произведений. Где-то мы поем один куплет, где-то только вот смуглянка. Поем припев, а он поет основной вариант. То есть, разные варианты будут. И, конечно, заканчиваем с Днем Победы. И Журавли будет, и Поклонимся Великим Тем Годам. Все будет. И новая песня, которую никто, мне кажется, еще не пел. Это и Шпая, ему 90 лет будет, да. И Роберта Рождественского. И когда, если кто-то забудет войну, война придет вновь. Вот песня такая. Если мы войну забудем, вновь придет она. Вот это произведение тоже мы будем петь. Это новое, никто еще не пел, не знает. Поэтому приходится работать очень много. Понятно. У меня есть еще, так скажем, фотографии вашего центра. У нас не так много времени остается. Что еще у вас планируется в этом году? Значит, у нас в этом году сейчас будет конкурс, конкурс, посвященный всем композиторам по Волжье. И Шпаю будет обязательно этот конкурс. И мы уже готовимся сейчас к этому. Сейчас вот мы провели праздник белых журавлей. 200-летие Лермонтова. Неделю конкурс шел. Желающих очень много было. Значит, сейчас вот как раз детишки нас вот эти вот вступают. Значит, у нас будет вот скрипачи наши. Их 40 человек здесь, конечно, не все. Не поместились. Не поместились все. Да, детишки у нас, начиная с малого, говорят, вот сейчас вот Лошкария первый класс, они уже у них ансамбль, там Лошкарий за три месяца. Вот это большой, это молодежный хор. Да, это вот хор мальчиков. И мы выступаем это в оперном театре. Вот они, скрипачи, начинают с первого класса. Да, Людмила Волкова стоит руководитель. Ну, мечтаем в этом году побывать в легендарном городе Севастополе. Мы были там пять раз в свое время, и так хочется снова там побывать, перед моряками российского флота попеть. А как нас принимали в Севастополь, это чудо какое-то. Вы знаете, вот Сакский район, Сакский район у нас сейчас, мы сейчас подшефтные, мы как раз летом планируем туда. И опять вот хочется сказать Алсанне Волчкову, из большое спасибо Георгии Сергеевичу, когда они возглавляли город наш. Наша коллектива все выезжали в Севастополь до 2004 года. На крейсере Керчь, Москва, у меня есть дипломы до сих пор этих командующих, которые нам вручили. И детский дом туда выезжал, мы возили хор. И скрипачи выезжали, и баянисты выезжали, и хор выезжал туда. Выступали перед моряками российского флота, перед жителями Севастополя. Идея сейчас вот эта у нас есть, я думаю, что город поддержит наш это, и думаю, что и губернатор. Ну что, у нас, к сожалению, заканчивается программа, друзья мои. Я надеюсь, что мы еще раз встретимся. Большое спасибо, что пришли. Времени катастрофически, ни на что не хватает. Но я думаю, что самое главное, нужное настроение создали и рассказали вам, пусть вот так вот эмоционально и как-то от чистого сердца о том, что происходит у нас в городе. И это обязательно должно поддерживаться. Надеюсь, нас услышали, нас увидели, и нашу идею, и идею Центра эстетического воспитания поддержит. Вам большое спасибо, всего доброго, здоровья. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»